Чиновнику важно не только уметь разбираться в тонкостях законодательства, но и быстро реагировать, а также уметь искать выход в самых запутанных ситуациях. Такие же навыки вместе с умением быстро бегать необходимы и в спортивном ориентировании. Не случайно этот вид спорта включили в региональные соревнования народный чиновник. Впервые в Мурманской области чиновники могут посоревноваться друг с другом не только в красноречии и эффективности работы, но и в умении ориентироваться на местности. В день физкультурника контрольные точки на пересеченной местности, опираясь на карту, искал 21 чиновник. Наши чиновники бодрые, оптимистичные. Я надеюсь, что победительнейший сегодня. Большинство из участников спортивным ориентированием занимались или в далеком детстве, или вообще впервые пробуют себя в этом виде спорта. Передвигаться по контрольным точкам им непросто. А вот в своих умениях бегать не сомневался почти никто. В том числе и один из победителей среди мужчин Алексей Лукичев из Апатитов. Для меня карта тяжело. Мне нужно, да, мне лучше открытое пространство, чтобы было все видно. Тогда будет и скорость, и найду быстро. Пока одни чиновники бегали, другие организовали группы поддержки. Красные, желтые, зеленые и голубые на шейные платки. Те, кто обычно работают рука об руку в соседних кабинетах, сегодня, по задумке организаторов, должны были стать соперниками. Однако в этом виде спорта как никогда проявилась солидарность госслужащих. Видите, голубой галстучек у нас четыре цвета. Но когда говорили организаторы, что я должна болеть за голубую команду, и как только ваши пробежали, идите, пожалуйста, на финиш. Но никто не уходит. Все болеют за всех. Поэтому болею за праздник. Спортивное ориентирование – третий этап конкурса «Народный чиновник». Четвертая и заключительная часть региональных соревнований пройдет 6 сентября. На ней госслужащим придется решать практические вопросы, с которыми они сталкиваются каждый день. А уже по итогам жюри решит, кто же все-таки в Заполярье самый народный чиновник.